Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие друзья! Вы на канале Валекса, и мы сегодня продолжаем обзор имеющихся у меня в наличии колод. Итак, практически вторая колода, которую я купила, это была колода Art M Lenormand. Чем она интересна? Здесь сразу на трех карточках, которые потом можно использовать как запасные, идет краткая инструкция по использованию. Колода состоит из 36 карт. Сейчас я уже таких в продаже не вижу. Она идет с внутренним чехлом, тоже с картинками. И чем она мне очень нравилась и нравится, она уже, видите, такая несколько потрепанная, тем, что она безрамочная. Это моя первая колода, которая идет без рамок, да, она подписана, масти на ней не указаны, ведь такие мышки здесь классные, ужасающий крест такой какой-то, да, на кровавом полнолунии, да, на карте сад, вроде как Аленушка. Впечатляет здесь карта перекресток, да, видите, с тучами, с какими-то дерево, да, очень большое, но сухое. Нравится мне здесь солнце, по всей вероятности, по мотивам импрессионистов сделана карта леса. Ну и вообще, походу, вся колода сделана вот по теме работы художников-импрессионистов. Очень хорошо переданы энергии. Карта лилии, карта плеть здесь почему-то она с каким-то с анимешным таким настроем, а легкая карта облака. И, соответственно, колода, если показывает какие-то трудности, то говорит о том, что трудности очень быстро рассеиваются. Здесь даже не тучи, если в других колодах Ленорман такая карта, шестая по номеру, называется тучи, то здесь она называется облака, что вселяет, конечно же, надежду. Карта змея такая вот дерзкая, очень милая карта Аисты. И особенно мне бы хотелось остановиться, сейчас я пролесну, карта кольцо, рыбы, непонятные породы здесь, милый ребенок. Очень нравится мне здесь карта гора, иногда бывает скала в Ленорман, здесь именно гора. Карта всадника, карта письмо. А почему-то авторы колоды решили сердце здесь изобразить в виде вот такого живого органа на голубом фоне. Карта башня, карта ключ, несколько непонятная, зато очень понятная карта коса. Карта птицы, карта мужчины, сейчас я о них отдельно. Карта букет, здесь букет сирень. Очень нравится мне здесь медведь, такой прям впечатляющий, такой добрый, щедрый. Долго я пыталась понять в этой колоде карту гроб, потому что она мне сначала напоминала какие-то коробочки, потом все-таки я осознала, что ну почему их здесь несколько. Пишите в комментариях ваши домыслы. Карта якорь замечательная, да? Карта корабль в тех же тонах. Карта звезды. И карта легкой надежды, удачи, карта клевер. Особенно хочется отметить в этой колоде мужчину и женщину, то есть главных героев, да? 28-я, 29-я карта. Смотрите. Они изображены в виде силуэтов, они изображены к нам спиной, да? То есть говорит о том, что люди думают, видите? Оба, если женщина смотрит на равнину и на солнце, да, то мужчина смотрит, стоит на обрыве скалы и смотрит на горы. Оба они задумчивы, оба они, ну я бы даже сказала, в каком-то бездействии и в размышлениях. Чем-то мне вот этот вот герой напоминает Лермонтова из его последнего героя. Ну вот мы с вами познакомились с этой колодой кратенько. Еще раз говорю, это колода Art M. Таких я сейчас уже в продаже не вижу. Издательство Enigma, Москва. Ну, может быть, если покопаться, можно и найти. Я этой колодой очень дорожу. Она разговорчивая. Ну и можно задать ей несколько вопросов, этой колоде, да? Напоминаю, эта колода Ленорман состоит из 36 карт. Колода называется Art M. Art – это искусство, да, искусство. Итак, что же мы с вами спросим у колоды? Ну, давайте какой-нибудь сделаем общий расклад. Допустим, что мне вам предложить? Ну, давайте. Общий расклад – это актуален для любого зрителя, когда на момент, когда он ему попался, да, этот расклад на глаза, значит, именно в этот момент, в эту минуту высшие силы решили, что вас ожидают какие-то события, надо вам подать знак. Так вот, и давайте посмотрим, какие события вас ожидают до конца этого года. Напомню, неважно, когда вы встретили это видео. Даже если за два дня до конца года, все равно, значит, стоит сосредоточиться на таких событиях. Итак, какие события ожидают того, кто смотрит сейчас этот общий расклад до конца этого года? Какие события ожидают того, кто сейчас смотрит этот расклад до конца этого года? Ни о чем не надо загадывать, ничего не надо, ни на чем не надо сосредотачиваться, просто смотрите расклад, получайте удовольствие. Карта дерева – карта каких-то судьбоносных изменений в вашей жизни, которые должны произойти. Возможно, у кого-то проиграется карта дерева. У нас еще мало того, что означает жизнь, судьба, еще и род обозначает, еще и обозначает здоровье. То есть в этой теме и основная событийность будет происходить у вас. То есть либо у кого-то в теме здоровья проиграется, у кого-то в теме с родом, у кого-то какие-то важные жизненные события. Давайте посмотрим, что же это за события. Какие-то хитрости идут в вашу жизнь. Но если вы в какой-то ситуации находитесь, в которой вы ищите выход по карте леса, выход вы обязательно найдете. Много движения, много встреч вас ожидают вот по этой теме, по теме. Возможно, вы находитесь в такой жизненной ситуации, где вам нужно общаться со многими людьми и искать правильное решение для себя, возможно, гармоничное какое-то решение. И вот по этим картам я вам хочу сказать, что вы обязательно с этими задачами справитесь. Конечно, следом выпадает карта солнца. Она говорит о замечательных событиях, которых вы ожидаете. Каждый ожидает свое. И карта солнца нам говорит о том, что солнце сходит над вашей головой, что темная полоса сменяется на светлую полосу. Ночь уходит, приходит рассвет. Возможно, кто-то здесь выйдет замуж, потому что выпадает, либо женится. Выпадает карта кольцо. Может быть, кто-то возьмет на себя какие-то определенные обязательства, также по этой карте кольцо, которые будут не в тягость, а в радость. И выпадают сразу две карты. Карта аист – это карта движения в сторону семьи. Тут все-таки общая тема идет по теме семьи. И следом выпадает карта змея. Карта змея у нас тоже перекликается либо со здоровьем. Если меня смотрят женщины, возможно, стоит обратить внимание на женское здоровье, потому что здесь разговор идет об аистах. И если у вас какие-то, если те, кто хочет себе малышку забеременеть, если так открыто говоря, то тут следует обратить внимание на свое женское здоровье, и непременно все у вас получится. Да, когда карта змея выпадает рядом с картой сад, говорит о том, что по поводу своего здоровья, особенно с женщинами тут идет разговор, надо пообщаться в социуме. То есть сделать какие-то профилактические, ну, операции я не скажу, да, какие-то профилактические манипуляции для того, чтобы каким-то образом настроить свое здоровье, для того, чтобы вот сразу здесь, знаете, идет разговор тем, кто мечтает забеременеть, очень возможно, очень возможно, что беременность наступит, потому что аисты, кольцо и солнце. Тем, кто планирует подписать какой-то договор, начать какое-то дело, разговор идет о том, что, да, возможны подводные камни по змее, но в любом случае дело будет успешным, главное вам быть на чеку, учесть все нюансы. Да, и в конце у нас карта книга, карта книга, так, видно тут, что у меня, а, видно, да, и в конце у нас выпадает карта книга, карта книга говорит о том, что откроется вам здесь книга открытая, да, я вот, кстати, не упомянула вначале, в этой колоде книга открытая, она говорит об открытии какой-то тайны, о получении каких-то знаний, о работе у кого-то, если что-то связано с документами, о работе с какими-то документами, которые будут иметь успех. Смотрим подсказку на дне колоды. В основном здесь у нас женщина выпадает, да, карта женщины, и рассказывает о том, что в основном, конечно, расклад направлен, ориентирован на женщин. Если смотрят меня мужчины, то, то все вышесказанное также будет для вас проигрываться в нескольких вариантах, которые я предложила, но во взаимодействии с какой-то женщиной. Я желаю всем успеха, за личными раскладами обращайтесь, по телефону WhatsApp в описании канала, или Viber, или Telegram. Всегда готова буду помочь. До новых встреч!